Учить математику, геометрию, биологию и многие другие школьные предметы с помощью мобильных игр. Для учеников это не мечта, а реальность. Украинские разработчики придумали около 20 таких приложений. Любовь за дорожное продолжит тему. Восьмиклассница Дана помогает пиратскому кораблю добраться до сокровищ. На первый взгляд просто занята игрой. На самом деле изучает геометрию. Помогает с теми же векторами. Если сначала я не понимала эту тему вообще, как бы там ее не объясняли, то по игре вектора я выучила за один день. Причем выучивая все то, что не могли объяснить месяц в школе. Дана говорит, обучение таким образом дается легко, благодаря интересным сюжетам. Ты забываешь о том, что тебе вообще надо считать, заниматься уроками, считать вектора, считать примеры. Ты увлекаешься самим процессом и в основном его результатом. Игры, позволяющие детям учиться с удовольствием, придумала команда украинских разработчиков. Говорят, дело неприбыльное, зато важное. Вспомнили собственные школьные годы и решили, учеба не должна быть скучной. Полноценная сказка. Тебя сразу погружает в игровой процесс. Вот у нас страшный монстр, и мы идем сражаться с ним. И получаем как раз обучение по арифметике. Жми на кнопку, чтобы запустить заклинание в руках. Ой, нет, скелет попал в тебя. Таких игр по разным школьным предметам создали около 20. По словам украинских разработчиков, аналогов в мире нет. Несколько лет назад мы ездили на лондонскую конференцию, посвященную современному образованию. И то, что на лондонской конференции могли представить, это были так называемые «активитис». Флэшовые игры, жабку пересади на камушек, и там вот в таком духе. А мы поставили себе задачу создать полноценные компьютерные игры, в которых будет заложен полноценный обучающий элемент. Сейчас в играх присутствуют три языка – украинский, английский и русский. Планируют добавить и другие европейские языки. Впрочем, ориентируются разработчики на собственную страну для полноценного включения учебных игр в школьную программу. Планируем полное сотрудничество с Министерством образования. Поэтому все наши игры проходят сертификацию педагогическую, научную и психологическую. То есть сидят люди, которые фактически считаются учеными, оценивают наши игры с точки зрения, насколько хорошо они учат конкретному предмету, насколько они подходят по психологическому образцу для детей. Для тех, кто хочет учиться с интересом, но без технологии, ребята разработали настольную игру. Выигрывает в ней тот, кто лучше владеет навыками деления чисел. Любовь Задорожная, Ярослав Матиш, UATV.